Канада, Лос-Анджелес, Тайвань, да, тамичи разлетелись по всему миру, Рио-де-Жанейро, Турция, Китай, это не просто тамичи, это выпускники Томского государственного университета, Израиль, Дубай, Нью-Йорк Илья Яблоков, выпускник исторического факультета ТГУ, лектор университета Литса в Англии, кандидат исторических наук и доктор философии. В Литсе Илья преподает дисциплины, связанные с русской культурой и историей. Илья родился в Томске и учиться тоже хотел в своем городе. А если собираешься получить гуманитарное образование здесь, то вариантов кроме Томского государственного университета Илья не видел. Он также считает, что ему повезло. Он один из последнего поколения на историческом факультете, которые застали классическую традицию преподавания. Формально он работает в качестве преподавателя, приглашенного в Томском государственном университете, но это, конечно, не исчерпывается его роль в развитии и становлении нового факультета журналистики. ТГУ дал Илье очень широкий образовательный базис. Когда он приехал в ЛИЦ, у него было несколько исторических курсов и все было легко. Все эти знания Илья получил в Томском вузе. Именно этого фундаментального базиса не хватало многим из его сокурсников. Мы пригласили его для того, чтобы совершить перезагрузку в том, что называется исследовательская политика университета. Хотя мы учим практикующих журналистов, тех, кто работает непосредственно в кадре, с героями, с текстами, с фотографией, с дизайном, с эфиром. Для того, чтобы знания этих журналистов были широкими, чтобы за тем, что они делают, стояло какое-то понимание сути профессии, сути происходящего, нам очень важна исследовательская составляющая. Нам очень важно, чтобы люди занимались не просто повседневностью журналистской, но чтобы у них был поставлен поисковый навык, следовательское мышление. Илья прекрасно умеет это делать. После окончания университета Илья поступил в аспирантуру и стал писать кандидатскую по теориям заговора. Тогда все его источники были в американских и израильских библиотеках. В России считали, что он интересуется мировым правительством и еврейским заговором. Впрочем, отношение к этой теме не изменилось и сейчас. Но его специализация, то есть его миссия, это исследование тех процессов, которые происходят в современных СМИ. Как правило, он на эти процессы смотрит достаточно критично и не дает нам, журналистам, удовлетвориться тем, что происходит. Илья подавал заявки на гранты в несколько зарубежных вузов. От штатов отказался сразу. Очень трудно добираться до России. Плюс в Америке нужно было сдавать экзамены. Математика, логика, английский и другие. А математика у Ильи всегда хромала. Илья Яблоков является ведущим исследователем высшей школы журналистики. Он читает курсы, посвященные тематике Media Studies. В один прекрасный момент Илье повезло, и он выиграл стипендию для своего исследования в Будапеште. После этого он смог поступить в докторантуру университета в Манчестере. Почему Илья выбрал Англию? Она удобнее расположена географически. Из лица, где он сейчас работает в университете, легко добраться до Берлина, Вашингтона и Лондона. Первое, он прекрасно разбирается в методах медиаисследований. То есть он понимает, как правильно должна быть выстроена эта работа с тем, чтобы это исследование позже, во-первых, превратить в некоторый научный результат, чтобы ему можно было доверять, чтобы его можно было вписать в какой-то общий контекст, чтобы его можно было использовать в качестве заявки на грант для продолжения работы, для того, чтобы можно было использовать его и для какого-то такого персонального продвижения. Илья говорит, что с удовольствием занимался бы своими исследованиями в Томске, но он находится слишком далеко от центров европейской академической науки. Сейчас Илья занимается исследованием российского медиапространства и журналистики. У Ильи никогда не было желания и планов переехать за границу, а тем более заняться журналистикой. Так сложилось, что его коллеги в Манчестере делали большой проект, посвященный российской тележурналистике. У Ильи уже были знакомства в этой сфере, а сам он интересовался данной темой. Ему предложили должность ассистента, и он согласился. То есть, когда вы общаетесь с ним, вы не вполне понимаете, вы говорите на профессиональные темы, вы не видите здесь кабинетного ученого. Вы видите человека, который всегда в движении, который всегда в контакте. Это человек с огромными, ну, как я сказал, с огромным кругом знакомств, которые для кабинетного ученого совершенно не характерны. То есть, он критик, он путешественник, он, отчасти он и журналист. Можно сказать, что все равно он часть нашего сообщества. Ну, и что достаточно важно, он очень неравнодушен к тому предмету, которым занимается. Видно, что это не просто объект изучения для него, но это какая-то такая маленькая персональная гора, на которую он придет на всю жизнь. Самое главное, считает Илья, это учиться думать. В его время этому как раз и учили. Сейчас, по его мнению, модель системы образования выстроена таким образом, что места для думать у студента остается все меньше. Тот, кто учится в ТГУ сейчас, должен понимать одну простую вещь. Годы бакалавриата и специалитета, да и вообще студенчество – это единственное время, когда человек может спокойно читать. Потом на это банально не будет времени. Все, что закладывается во время учебы, формирует тебя как личность и профессионала. Редактор субтитров А.Семкин